Здарова ребята, с вами Стас Чамп и это 33 урок по битбоксу по дабстепу. Прежде чем мы начнем урок, хотелось просто извиниться, что урок вышел так поздно. К сожалению, да, я был очень сильно занят, но сейчас нашел для вас время, чтобы сделать урок по дабстепу. Ну что ж, давайте без лишних слов, вы видите, что да, я правда сожалею, что так поздно вышел урок. Давайте перейдем к делу. Итак, сегодняшний видеоурок будет посвящен дабстепу и хочу вас заметить, что это будет основа дабстепа. Более такие улучшенные техники и улучшенные звуки, возможно, будут в последующих уроках, но в этом будет только основа заложена, как делать дабстеп и что такое вообще дабстеп. Прежде, чем мы начнем учиться, как делать дабстеп в битбоксе, нам нужно узнать и понять, что такое дабстеп вообще в битбоксе. Что такое дабстеп в битбоксе? Дабстеп в битбоксе или, возможно, просто дабстеп, впрочем, как я это представляю, и я считаю, что это представление поможет вам, так это чередование звуков, чередование продолжительных и коротких звуков. То есть у вас есть ритм, который идет постоянно, биты, которые идут постоянно, и между ними вставляются продолжительные и короткие звуки. И в этом уроке мы сегодня и будем проходить, как правильно вставлять эти продолжительные и короткие звуки в бит. Значит, в этом уроке я вам расскажу про два ритма. Это будет медленный и быстрый. Мы начнем с медленного, потому что, на самом деле, ну, быстрый — это просто ускоренная версия медленного ритма. Так что, я думаю, нам будет легче для просто обучения, вашего обучения начать с медленного ритма. В общем, сам ритм и основные звуки, которые в него уходят, он звучит приблизительно так. Это медленный. Но для того, чтобы нам больше войти в этот ритм и чтобы вам легче было его уловить, мы будем использовать этот бит. Мы просто вставляем три кика между... Точнее, мы вставляем два кика между битами. Звучит вот так. Ритм довольно легкий. Я думаю, все вы сможете его сделать без лишних вопросов. Итак, теперь мы должны пройти такое понятие под названием «бэйслайн». Возможно, кто-то подумает, что это не самое лучшее название к тому, что я имею в виду «бэйслайн». Но я считаю, что в целях обучения это как раз отлично подходит. В общем, «бэйслайн» это то, что мы вставляем между нашими киком и снэром. То есть, когда мы делаем... Мы вставляем между... Мы вставляем сюда «бэйслайн» и у нас получается дабстеп. Что мы должны будем сделать? Так мы должны будем чередовать продолжительные бэйслайны вместе с короткими. Давайте сначала пройдем продолжительные. Значит, какие продолжительные бэйслайны мы знаем и уже умеем? Первый, например, самый легкий, который я тоже использую в дабстепе, это «фрокбейс». Извините. Те, кто не знает, как делать «фрокбейс», в тридцатом уроке по битбоксу в моей серии вы можете посмотреть и научиться этому. То есть, что мы делаем с «фрокбейсом»? Это просто делаем... И делаем он продолжительный. Просто продолжительным делаем. «Триплбейс» тоже в 25-м уроке, где я рассказываю про спецэффекты с кликролами. «Горловой бас» тоже можно использовать как продолжительный бэйслайн в дабстепе. Если вы его не умеете, не страшно, его можно всегда заменять. И хотелось бы рассказать про такой... И также, кто не знает, как «рловой бас» делать, можно найти в 28-м уроке по битбоксу на «Голос робота». Это почти то же самое. «Голос робота» или что-то в этом роде. В общем, AirBase. Тоже AirBase считается как продолжительный бейслайн, который мы можем вставлять между битами. И это делается очень просто. Мы просто говорим букву «р». Только мы убираем голос, у нас получается «р». Да? Немножко уберём язык, немножко назад. И делаем это с большими усилиями. То есть не сдерживайте свою энергию и старайтесь как можно сильнее сделать «р». Потому что это будет звучание вашего «эрбэйса» звучать. И меняйте положение своих губ, чтобы изменить тональность. И для того, чтобы нам легче было, сейчас мы вставим теперь эти бейслайны в бит. То есть мы сначала делаем продолжительную часть. Так, все помним бит? Да? А теперь вставляем «рбэйс» сначала, как продолжительную часть. И давайте «р» можно изменять на… ну, делаем «р» разными тональностями. Вам это понадобится, потому что, чтобы делать дабстеп более разнообразным, вам придется постоянно менять тональность. Ну, у нас вроде бы все понятно. Это у нас и есть продолжительная часть. Мы делаем продолжительный бейслайн. Можем вставить «фро бейс». То есть, как видите, эта часть бита в дабстепе у нас – это продолжительный бейслайн. Можем вставить трипл-бас. Горловой бас. Как видите, я делаю в горловом басе «фро бейс», чтобы оно звучало лучше. Просто вам нужно говорить «фро бейс». И все. Итак, это все с продолжительной частью. Теперь мы спокойно можем сделать такой бит. И с различными бейслайнами. Для упрощения я просто буду использовать «фро бейс», потому что мне так будет легче. Мы это теперь можем делать. Но это не совсем звучит как дабстеп, правильно? То есть, вроде бы как-то звучит, но не совсем. Дело в том, что теперь нам нужно вставить короткий бейслайн. Точнее, короткое чередование звуков. И тоже, какие у нас короткие звуки есть. То есть, мы можем использовать также «фро бейс», только теперь нам нужен… Это короткий бейслайн, в общем, просто короткая череда звуков. Например, у нас есть фро бейс, который тоже можно отнести к коротким. И вместо того, чтобы делать «фро бейс», мы делаем «фро бейс». Просто «фро бейс». Трипл-бас вместо горлового баса. Эр-бейс вместо того, чтобы... То есть очень короткими и чёткими. Также можно липосолейшн. Всё что угодно. Также ещё интересный короткий бейслайн. Это название звука. Назовём это глухой хэнд-клэп. Не знаю, пусть будет. Дело в том, что когда вы делаете хэнд-клэп, пытаетесь делать его с двумя, через обе части рта. Если вы уже делаете, отлично. И старайтесь делать это так, без щелчка теперь старайтесь это делать. Чтобы такой шипящий звук получился. Я вам покажу. То есть обычный хэнд-клэп. Пытаетесь вдыхать просто в воздух, без щелчка. Да? И чтобы сделать из этого короткий бейслайн, как я называю, вам нужно делать просто... Вот. Так вот, теперь мы знаем, что такое короткие бейслайны. И мы уже знаем, как сделать даб-степ с продолжительным бейслайнами. Это у нас... Да? А теперь нам нужно после вот этого... Нам нужно вот вместо... Нам нужно что-то короткое такое, четкое сделать. Тогда у нас получится даб-степ. У меня большой список моих коротких бейслайнов, и я могу выбрать какое угодно, как и вы. Я надеюсь, вы тоже знаете многие из этих звуков. Если нет, очень на многие есть уроки. Итак, я даже не знаю, как выбрать. Возьмем, например, трипл-бас. Да? Итак, как, значит, делаем продолжительный и короткий. Видите? Теперь уже более звучит, как даб-степ. Продолжительный и сразу же такой короткий. Сделаем, например, липосолейшн. High-pitch липосолейшн. Да? Теперь, например, можно сделать с эр-бейсом. Да? Теперь короткий можно использовать как горловой бас, например. И, в принципе, это уже и есть ваша основа в даб-степе. Так как вы уже знаете, как делать вот этот вот быстрый бит, и как делать вот основной медленный ритм, это самое главное. Теперь мы можем немножко ускориться и сделать такой более качевый ритм. Потому что, когда вы делаете этот, он более... Извините. Он более... Точнее, скорее всего, медленный, он такой более качевый. А быстро он такой более зажигательный. То есть, когда вы делаете... Можно немножко это ускорить, как более в танцевальный ритм. И просто мы немножко ускоряем здесь ритм. Просто ускоряем и также чередуем различные бейслайны. В общем, этот урок получился даже менее практический, на самом деле, и более теоретический. Потому что я хотел, чтобы вы поняли, как вообще основа даб-степа делается. Дело в том, что мне кажется, что иметь основную базу и знать, как даб-степ делается в битбоксе, намного важнее, чем, например, если бы я научил вас делать какой-то офигенный, нереальный ритм. Я знаю, здесь, возможно, особых таких очень сильных, классных ритмов не было. Но здесь была основа. Основа того, что вообще существует именно в даб-степе. И вы услышите это у любых битбоксеров. Кто-то делает, возможно, много сразу же продолжительных. Кто-то делает сразу многих коротких бейслайнов. И это все череда продолжительных-продолжительных или коротких бейслайнов. И дело в том, что если вы это поймете, то вы узнаете для себя, что даб-степ можно делать совершенно по-разному. Зная, какие вариации продолжительных и коротких, тут очень много чего делать. И я думаю, если вы это поймете, у вас сразу же исчезнет нужда в том, чтобы искать какие-то биты. Знаете, я вот часто слышу, что вы просите у меня какие-то биты. И иногда я отвечаю, иногда нет, в зависимости от времени. Я думаю, именно в даб-степе, если вам полюбите вот этот вот стиль, то здесь ну просто море возможностей, которые вы можете использовать. В общем, я думаю, это все насчет даб-степа. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, спрашивайте. В комментариях я постараюсь ответить. И также, ребят, хотела сказать, что, к сожалению, видео-урок, это видео-урок, это я снимаю на камеру и я не общаюсь с вами вживую. Сейчас у меня появилась возможность и время, чтобы давать частные уроки по битбоксу. И, как вы знаете, что, ну, если я смогу с вами по-настоящему поговорить, тогда я смогу и узнать, в чем ваша, возможно, проблема и чем я могу улучшить ее. Поэтому я даю вам возможность, можете записаться ко мне на урок. Всю информацию можете увидеть внизу, в description, точнее, нет, в описании, извините, я уже по-английски говорю. В описании, снизу, на ютубе, там будет ссылка к этому, так что записывайтесь, если у вас есть вопросы. А так, ребята, большое спасибо вам за урок, за то, что вы смотрите. Я вернулся и буду делать урок по битбоксе, вот как смогу вам помочь, так и сделаю обязательно. Я рад, что все вы до сих пор со мной, и тогда мы увидимся в другой раз. Да, я надеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok